Всем привет! Сегодня будет дневной макияж и использовать я буду новинки декоративной косметики из каталога номер 8 и 9 от компании Фаберлик. Итак, тональный крем. У меня это стойкий тональный крем, артикул 6214, Stay One, тон естественный бежевый. Я не могу его посоветовать, мне он не нравится, как он носится, как он ведет себя в течение дня. Наносить я его буду яичком-спонжем от Фаберлик, это а-ля бьюти блендер. Именно нанесение этим яичком более-менее равномерное, так как наносится этот тональный кистью пляшива, пятнами. И мне не нравится, как он в течение дня ведет себя, как он носится. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Чтобы покрытие было более плотным, так как именно в такой более жирной зоне он наносится пляшиво. Консилер под глазки также от Фаберлик, линейка Skyline CC Concealer в самом светлом оттенке. Субтитры добавил DimaTorzok Обязательный продукт для меня база по тени, у меня это база от Catrice. Дошли до очень красивой новинки, это бронзер из линейки Secret Story. Его я буду использовать за место теней, так как какой-либо другой новинки в Берлик у меня нет. Поэтому буду использовать такой красивый бронзовый оттенок на все века. Далее неоднозначен для меня продукт, это тени, жидкие тени для век. Использовать буду их как подводку, очень тоненько, буквально по ресничному краю наносить буду другой кисточкой. Тушь из линейки Secret Story в золотом оформлении, она объемная. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Переходим к оформлению бровей, у меня это неизменные тени от Color Tattoo в сороковом оттенке Taupe. Субтитры добавил DimaTorzok И закреплять я их буду гелем от Vivienne Sabo. Из палетки от Faberlic для скульптурирования беру хайлайтер и наношу его под бровь. Мелкие несовершенства кожи буду замазывать корректором от Catrice, он очень плотный и имеет хорошее покрытие. Субтитры добавил DimaTorzok Вернемся к бронзеру и буду наносить его на область скул большой пушистой мягкой кистью. Он деликатный, дает красивое свечение и хорошо наносится. Субтитры добавил DimaTorzok Продукт, который имеет очень приятный аромат, это новинка девятого каталога, наливное средство для губ и щек. Буду использовать как румяшки и как помаду для губ. Так как это средство имеет очень хорошую пигментацию и можно переборщить на область щек, буду наносить буквально немножко, одним касанием пальчика, разносить на обе щечки и похлопывающими движениями хорошо растушевывать. У меня это ягодный оттенок, который дает красивый румянец. На губы разносить его, конечно же, сложнее, так как нужно придерживаться контура, а пальчиком делать это очень сложно. Буду наносить в несколько слоев, так как средство впитывается в губы и в дальнейшем превращается в эффект зацелованных губ. Оно довольно-таки стойкое и имеет более матовый финиш. Ну что, такой макияж у меня получился. Очень дневной, естественный, легкий, быстро в исполнении. Всем спасибо за просмотр, жду вас в следующих своих видео, поэтому подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, как вам понравилось или нет. Всем пока-пока!